Значит, в прошлый раз мы обсуждали логарифмическую память при детерминированных вычислениях. Значит, мы обсудили две группы задач. Одна группа — это разного рода арифметические операции над двоечными числами, а вторая группа — это разного рода синтактический анализ, то есть проверка баланса скобок и так далее. Но теперь я хочу еще про одну задачу рассказать. Она сейчас, в принципе, тоже включается в некоторый более широкий контекст. Продолженную эмирацию с прошлого раза. Третья область, про которую мы поговорим, — это теория графов. Значит, про графы очень много задач, там, n-п-полных, да, и всяких других задач интересных очень много. Вот, но сейчас поговорим про такую стандартную задачу. Значит, она называется U-path, значит, U от слова undirected, да, то есть ненаправленной, да, неориентированной. Значит, это множество таких троек из графа начала и конца, да, что в... Значит, в неориентированном... В неориентированном графе G есть путь из S в T. Значит, если буквки U нету, то это будет просто path. То же самое, что в ориентированном графе. Вот, но и с точки зрения времени, да, значит, и та, и другая задача... А давайте я их сразу напишу. Значит, просто path. Ну, в общем, то же самое, только и work-графия. Значит, тоже, но в ориентированном графе, и, соответственно, путь тоже должен быть ориентированный. Вот, значит, с точки зрения времени работы эти задачи не сильно друг от друга отличаются. Значит, решаются примерно одинаково. Наверное, вы это изучали каким-нибудь там поиском в ширину, в глубину. Очень много есть разных вариантов. Ну, можно это описывать так, что вот у нас есть граф, у нас есть вершина S. Да, и мы красим вершину S, ну, в какой-то цвет. Да, помечаем. Дальше, на следующем этапе помечаем все соединенные с ней вершины. В неориентированном случае, а в ориентированном все, в которые из нее идет ребро. Ну, и дальше для вновь помеченных вершин делаем все то же самое. И если рано или поздно процесс дойдет до T, то, значит, T достижимо. А если в какой-то момент у нас новых вершин не появится, а T все еще не будет отмечено, значит, T недостижимо. Вот. Но этот алгоритм довольно хороший. Но проблема в том, что он требует пометок на графе, то есть он требует пример линейной памяти. Да, то есть стандартные алгоритмы. Значит, стандартные алгоритмы требуют линейной памяти. Хотя и работают за полиномиальное время. Вот. Ну, а так кажется, что с точки зрения логарифмической памяти, да, вот неориентированные случаи и ориентированные существенно друг от друга отличаются. Вот. Но именно, ну, ясно, что и то, и другое лежит в NL. Да, значит, мы еще не знакомились близко с этим классом, но сейчас как раз к нему постепенно переходим. Ясно, что оба языка лежат в NL. Ну, хотя, может, не очень ясно, чтобы совсем ясно, там нужно немножко другое определение NL дать. Но, в принципе, можно сказать так, что у нас будет счетчик. Все-таки можно сказать, почему ясно, да, у нас будет счетчик числа шагов. И дальше мы начинаем с S и просто начинаем недетерминированно идти по ребрам. Да, то есть сколько там ребер выходят, столько у нас вариантов действия. И мы один из них выбираем. И делаем столько шагов, сколько вершин в графе. Дальше, если есть какой-то путь из S в T, то есть путь без циклов, потому что все циклы можно удалить. А этот путь из циклов будет не длиннее, чем число вершин в графе. Вот. Поэтому можно сделать вот N шагов. И если хотя бы одна ветка придет в T, значит, путь есть. А если ни одна не придет в T, значит, пути нету. И это как раз то же самое, что происходит в NL. Вот. Значит, поэтому действительно оба языка лежат в NL. Значит, ну, а дальше есть довольно сложная... Есть довольно сложная теорема Рейнгольда. Значит, теорема Рейнгольда. Что U-Path... U-Path на самом деле лежит в L. Да, что может каким-то образом на логарифмической памяти именно для неориентирного графа понять, лежит он в L или нет. Но это реально сложная теорема. Она доказана не так давно. Но в 2005 году, да, уже в этом веке, и использует довольно сложную технику. Значит, я ее иногда рассказываю на спецкурсах, но это занимает так 3-4 лекции. Там нужно изучить много специальных конструкций. Вот. Но знать ее, тем не менее, полезно, потому что, например, можно с ее помощью про какие-нибудь другие задачи тоже доказывают, что они лежат в L. Вот. Значит, ну, например, следствие... следствие такое, что 3 лежит в L. Ну, 3 означает, что граф является деревом. Вот. Почему? Ну, а что такое... Значит, что такое дерево вообще? Значит, ну, дерево — это связанный граф без циклов. Вот. А, ну, даже это... Это даже более простая... Более простой шаг, что просто проверка на связанность лежит в L. Да, потому что проверка на связанность означает, что мы для каждой пары вершин проверяем, есть между ними путь или нет. Ну, и, соответственно, можно устроить перебор. Да, 3 — это немножко более сложно, да, более простое следствие, да, что язык связанных графов connected лежит в L. Да, потому что нужно по циклу устроить перебор но если примитивно делать, да, то нужно выделить перебор под x, перебор под y и дальше проверка значит, проверка наличия пути из x в y. Ну, и, соответственно, можно перебирать x, перебирать y и на одной и той же памяти проверять соответственно всех вершин n, поэтому тут у нас логарифм n битов заняты, тут логарифм n и еще какой-то большой логарифм на эту проверку, поэтому получается логарифмическая значит, логарифмическая процедура. Вот. Ну, а после этого проверка на древесность будет работать так, что такое дерево. Значит, по определению он связанных графов без циклов. Соответственно, мы сначала проверили связность, вот, а потом проверили, что нет циклов, ну, как это проверять? Можно что-нибудь другое проверять. Да, значит, например, можно проверять, что есть такая теорема, что граф — это дерево тогда и только тогда, когда он связен, и в нем число ребер на одно меньше, чем число вершин. Вот. И вот это вот число ребер гораздо проще подсчитывать, чем там проверять, что нет циклов. Вот. Можно, если только в рамках связанности оставаться, можно такое проверять, что сам граф связен, но если любое ребро из него вычеркнуть, то будет, получится несвязанный граф. Это тоже критерий. На древесность можно его проверять. Что еще раз? Как будет устроено тогда алгоритм? Как мы будем выбирать ребро? У нас ведь сам граф остается неизменным на день приходит. А, ну, понятно, как это будет сделано, что когда мы проверяем, значит, когда мы хотим узнать, есть ли ребро в том графе, который мы проверяем, то мы сначала смотрим, есть ли оно в исходном графе, а потом смотрим, не совпадает ли оно с тем, с которым вычеркнули. Вот. Если есть и не совпадает, то оно есть, а если есть и совпадает, или если его изначально не было, то его нет. В общем, так или иначе, это можно проверить. Ну и другие такого же рода вещи, там какая-нибудь уницикличность, там еще чего-нибудь. Это все можно проверять. Там двудольность даже можно проверить. В общем, это все можно сводить к наличию пути. Вот. Хорошо. Значит, соответственно, вот для путевориентированного графика ничего такого нет. То есть в то же время... Значит, в то же время задача path, ориентированная, будет NL полной. Вот. Это мы обсудим попозже. Почему это так? Но вот тут видна некоторая разница, да, что в ней ретеронографии это L, а в ориентированном это NL полная, и гипотетически это не в L. А в полной, в течение какой-то стоит? Вот это мы поговорим попозже, да. Ну, относительно логарифмической, конечно, да, не... Потому что это все внутри P происходит, поэтому старую полинональную нельзя использовать. Вот. Относительно логарифмической, что конкретно это означает, вот поговорим попозже. Потому что сейчас я хочу сказать следующее, что на самом деле то, что вот проверка на древесность лежит в L, можно доказать более элементарными методами, и довольно красиво. Значит, без ссылки на теорему Рейнгольда, значит, элементарные доказательства, соответственно, того, что проверка на древесность лежит в L. Так, ну, смотрите, значит, что мы знаем про дерево, и что мы умеем проверять точно. Но мы умеем проверять, что в графе на одно, значит, ребер на 1 меньше, чем в вершине. Да, то есть, вот это как первое, первое соображение, значит, что можно проверить, значит, можно проверить, что в графе число ребер, значит, в графе число ребер на 1 меньше, на 1 меньше числа вершин. Ну, это, как бы у нас граф не задавался, уж ребра мы как-нибудь сможем посчитать на графической памяти, да, заведен для них счетчик, да, и если у нас матрица смежности, то мы просто идем по ней, считаем единицы, ну, может, пополам делим, если там она симметричная. Если у нас просто список ребер, то мы просто идем по нему и считаем, сколько там ребер. Да, в общем, вот это вот можно проверить, на логарифмической памяти. Значит, дальше, это, конечно, еще не критерий, да, потому что что может быть, либо это дерево, либо это несвязанный граф, да, у него несколько компонент, и, на самом деле, ну, грубо говоря, так, не совсем точно, но если грубо говорить, то там будет циклов столько же, да, достаточно, на один меньше, чем компонент связанности. Это не совсем точно, да, но это интуитивно говоря, да, за счет того, что мы одно ребро убираем, у нас граф распадается, но мы его должны добавить где-то еще, за счет этого цикла появится. И, может быть, там что-то еще делаем. Так, в общем, что точно можно сказать? Значит, что если при этом, значит, если это не выполнено, значит, точно не дерево. Если это выполнено, то, вообще говоря, есть два варианта. Может быть так, что там есть несколько нетривиальных компонентов, в каждой из которых есть ребра. Тогда, соответственно, в каждой компоненте число ребер будет меньше, чем n-1. Значит, если это неверно, то есть два варианта. Да, значит, либо либо в каждой компоненте связанности число ребер строго меньше, чем n-1, где n-1 – число вершин во всем графе. Да, то есть n-1 – число ребер во всем графе. Да, либо у нас есть несколько компонентов, связанных с ребрами, тогда в каждой из них меньше, чем n-1 ребро. Либо есть изолированные вершины. либо есть изолированные вершины, которые ни с какой другой не соединены. Но, соответственно, наличие изолированных вершин тоже можно проверить. Вот, если там вообще в графе больше, чем 1 вершина, но при этом есть изолированная, значит, он тоже не дерево. Так, значит, получается, что вторую часть, значит, наличие изолированных вершин тоже можно проверить на логарифической памяти. Значит, тоже проверяется n – это число вершин во всем графе. Да, соответственно, n-1 – это число ребер во всем графе. Да, либо у нас ребра разбежались по разным компонентам, тогда в каждой компоненте меньше, чем n-1. Либо они все сопровелились в одну, но тогда, если это не дерево, значит, есть изолированные вершины. Вот. Ну вот, соответственно, если есть изолированные вершины, то это тоже мы проверим, это будет не дерево. Вот. А дальше в первом случае можно начать проводить некоторый обход. Да, соответственно, тут значит, можно можно устроить обход графа. Значит, я сейчас так неформально нарисую, а потом говорим формально, что это значит. Значит, вот два варианта. значит, вот тут путь будет дерево. А тут путь будет не дерево, но, например, такой мициклический граф. это, что в графе число ребер на единицу меньше, чем число вершин. Ой, да, сейчас, правильно. Это, да, не то. Сейчас, правильно вы говорите. Не то я написал. Если, наоборот, если это верно, но граф не дерево. Вот как надо написать. Значит, если это верно, то тогда вот два варианта. Спасибо за уточнение. Вот. Значит, посмотрите, я тут так хорошо нарисовал на плоскости, и такие вот графы можно обходить, то есть, по праву левой руки. Да, то есть, тут берем, берем вот так вот, обходим. Вот. Значит, тут всюду, да, есть там какое-то направление движения. И получается, что мы на самом деле каждый, значит, каждый ребро мы проходим два раза, если это дерево. Значит, один раз в одну сторону, другой раз в другую. А теперь планарный, да? Ну, я написал планарный, да. Сейчас поговорим о том, как это вообще в общем случае делать. Вот. А вот если, например, тут будет один цикл, то тут получилось, что не все ребра, значит, не все ребра я прошел два раза туда-обратно. Вот. И вообще, если вот только на этот обход смотреть, то может показаться, что нужно просто его устроить, этот обход, и посмотреть, прежде чем мы пришли на то же самое ребро, в том же самом направлении. Мы все ребры прошли туда-обратно. А как это проверить? Нужно посчитать, да, верно, что мы там два, наверное, с один шагов сделали, прежде чем вернуться обратно. Вот. Но, к сожалению, только для планарных, значит, для планарных графов это верно, что действительно, если это дерево, то мы пройдем два раза туда-обратно по каждому ребру, прежде чем вернемся на исходное. А если это не дерево, но планарный граф, тогда мы меньше, чем два раза пройдем по некоторым ребрам. Вот. Но, к сожалению, в общем виде для непланарных это неверно. Вот. А что неверно? Неверно, что мы, что если мы прошли два раза по каждому ребру в одну и в другую сторону, то этот граф был деревом. Мы даже пройти не можем там, что мы не начали. Ну, это вы правильно говорите. Да, и вообще у нас, на самом деле, это такая иллюстрация, да, а на самом деле у нас нет никакого расположения на плоскости. И мы там ничего не можем сделать. Вот. Поэтому, значит, без рисунка на плоскости обход делается так. Значит, как устроен обход? Как устроен обход? Значит, после... Значит, в отличие от самоографа, обход ориентированный. Да, то есть у обхода есть направление. Соответственно, после ребра и ежи, значит, обход идет в точку К, которая равна следующему. Значит, К К у нас минимум из Х больше И таких, что есть ребро из Ж в Х, вот, если это, потому что не пусто. Да, то есть, если Ж соединена с какой-то вершиной, у которой номер больше, чем И, тогда, соответственно, минимально из таких вершин ребро идет. Значит, это, если это множество не пусто. Ну, это и, соответственно, К равняется просто минимум из таких Х, что Ж икс лежит в Е, соответственно, иначе. Вот. В крайнем случае, если у нас Ж это вообще висячая вершина, да, то тогда обход пойдет обратно в Е. Вот. Но можно расставить номера так, чтобы вот этот обход соответствовал тому правилу. Но более-менее номера так и должны быть расставлены. Значит, тут один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и дальше одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да, тогда, смотрите, мы начинаем с один, два. Значит, мы начинаем с один, два, но два – это висячая вершина, поэтому мы соединяем только с единицей, мы возвращаемся с единицей. Да, смотрите, мы пришли из двойки. Соответственно, мы идем в минимальный следующий номер, который соединен с единицей. Это тройка в данном случае. Да, возвращаемся обратно. Потом в четверку, потом обратно, потом в пятерку. Потом, это уже девисячая вершина, мы идем в минимальную с номером больше единицы, с которой соединена еще пять. Она еще соединена с шестой, с одиннадцатой, поэтому мы выбираем шестую. Вот. Ну и так дальше, да. Значит, по этому правилу, да, теперь из шестой нужно минимальную с номером больше пяти, которая соединена. Это из семи и восемь, это семь получается. Ну и так далее, да. В общем, обход будет завершен, и мы, соответственно, обойдя все ребра два раза туда-обратно, перейдем снова вот сюда. Ну, это фрис не очень важно. Опоминаю, что мы завершились, когда то ребро, с которым мы стартовали, снова пройдено в том же направлении, с которым мы стартовали. Вот. Тогда смотрите. Значит, ясно, что при таком обходе, значит, при таком обходе каждое ребро мы можем пройти максимум дважды. Да, потому что если мы его прошли трижды, значит, два раза было в одном направлении, значит, мы уже зациклились. Да, значит, получается, что при таком обходе при таком обходе каждое ребро каждое ребро пройдено максимум дважды. нет, мы как раз не, мы, конечно, можем зациклиться, но нас именно интересует размер цикла. Мы не только можем, но и должны зациклиться, но утверждение, что это случится не позже, чем мы два раза пройдем по каждому ребру. Вот, соответственно, если, да, теперь вот в этом случае, значит, если число ребер меньше в n-1 в компоненте связанности, да, ясно, что при обходе мы также не можем выбраться за пределы компонента связанности. Да, мы только по ребрам будем ходить, поэтому за пределы компонента не выберемся. Вот, да, соответственно, при этом при этом он останется внутри компонента связанности. вот, но, соответственно, получается, что если ребер меньше, чем n-1, то тогда шагов будет меньше, чем 2 на n-1 до зацикливания. Значит, если ребер меньше, чем n-1, то тогда получается, что длина цикла должна быть меньше, чем 2 на n-1. Вот, ну и осталось доказать, что с деревом все-таки все будет нормально, независимо от нумерации, да, это вот я там пронумерал так, чтобы именно тот обход, который я нарисовал, получился, а так при любой нумерации вершин на дереве будет цикл, проходящий по каждому ребру два раза. Да, то есть, соответственно, если значит, если ребер в точности n-1, и это дерево, значит, и это дерево, то тогда получается, что длина обхода для длина обхода будет 2. Да, не меньше ли, правда, а в точности равно 2 на n-1. Вот, но это доказывается более-менее по индукции. Да, давайте я попробую сношать аргумифированные картинки, потом обсудим, как это превратить в формальное рассуждение. Ну, значит, на самом деле удобно, да, хотя, при фризе даже не важно, да, не важно, откуда мы начинаем, вот пусть есть, значит, пусть есть какой-то корень, значит, мы одну вершину выбрали, и это у нас будет корень. И дальше есть, у этого корня, значит, есть непосредственные потомки, значит, ну, например, вот, и, ж, и, 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 соответственно, у каждого потомка есть какое-то поддерево. Вот, и, например, значит, например, мы начали с ребра из R в I. Тогда, смотрите, значит, по правилам, если, значит, если это не висячая вершина, а тут еще что-то есть, то тогда дальше обход должен быть, то есть дальше шаг из I должен быть не обратно в R, а куда-то здесь внутри поддерево. Да, то есть если есть еще какие-то соседи, кроме R, тогда шаг будет в минимального соседа, у которого номер больше, чем R. И дальше все будет происходить вот внутри этого поддерева так же, как если бы только оно и было. Вот, и нужно только доказать, что обратно из I в R путь пойдет, только когда он уже целиком обойдет это поддерево. Вот, ну а почему это будет так? Ну, потому что вот у I есть какие-то соседи, есть R. И здесь вот поддеревья она обходит в порядке, соответственно, номеров этих соседей, и только когда она их всех обойдет, она уже вернется в R. Вот, поэтому, соответственно, идет поход сюда, дальше обход вот этого поддерева, и потом только возвращение сюда. И дальше точно так же по очереди будут обходиться все остальные поддеревья. Вот, ну и дальше получается, что по индукции в поддеревьях каждый рёбр пройден дважды туда-обратно, и вот эти рёбра тоже будут пройдены дважды туда-обратно, когда мы идем в поддерево, и потом их идем возвращаемся. Как вообще будет поддеревья? Это хороший вопрос. Но опять же, потому что если посмотреть все соседи, если посмотреть на номера всех соседей и, то они как бы цикл образуют, да, R, потом минимальное больше R, потом минимальное больше того, и так далее, потом он как бы перескакивает через ноль, да, будет просто минимальный, минимальный следующий, потом снова R. И, соответственно, вот здесь соседи в том порядке будут обходиться, когда они все будут обойдены, то после этого нужно будет обязательно вернуться в R. Нет, не обязательно, у нас все по циклу. Да, у нас пока есть больше, пока есть номера больше, чем тот, куда мы пришли, значит, мы идем в большее. А когда они закончились, мы приходим по циклу в самые маленькие и снова идем по возрастанию. Так. Ну, тогда сначала будут обойдены те, у которых номера больше R, потом те, у которых меньше R, а потом вернемся в R. Ну, потому что мы каждый раз выбираем минимальное доступное. Допустим, есть где-то среди и, которые номера меньше, чем R, а потом тем, которые номера больше, чем R, когда те, у которых номера меньше, мы обойдем, а потом затем ситуация? Нет, но сначала будем обходить те, у которых номера больше R, да, потому что, вот, ну, в данном случае и у нас получается, что ну, G вместо вот этого и, да, а вот это и вместо R. сначала, пока есть номера больше R, мы их обходим. А потом с нуля начинаем, да. Нет, не больше, но раз это для любых верен, просто потому что, ну, если, если вам в третий раз всего два направления, то если мы третий раз посетили, то он направление повторил, значит, мы уже зациклились. Поэтому до начала цикла до начала цикла больше двух нельзя. Но просто для деревьев ровно два, а для остальных меньше ровно двух. Ну вот, значит, что здесь осталось сказать, что вот этот вот обход можно запускать на алгоритмической памяти. Да, то есть нужно запомнить, с какого ребра мы начинали. Вот, каждый раз помнить предыдущую вершину и текущую, перебирать там всех соседей текущей вершины и искать минимальное, которое подходит. И после этого, соответственно, предыдущую заменять на текущую, а текущую на ту, которую мы нашли. Вот, и еще каждый раз сравнивать ребро из предыдущей в текущую с запомненным начальным. И еще нужно считать число ребер. Вот, ну вот, получается несколько счетчиков, да, то есть самая первая вершина, вторая вершина, значит, предыдущая вершина, текущая вершина, счетчик для перебора икса и счетчик для подсчета шагов. Так, ну вроде 6 основных счетчиков получается, ну может еще несколько технических, чтобы работать, собственно, с графом. В общем, десятка счетчиков хватает, каждый из них не больше, чем m, и получается, что на все нужна логарифмическая память. Вот. Так, ну ничего, понятно? Ладно, сейчас перерыв, потом поговорим про NL. Давайте переходить к вопросу про NL. Ну, видимо, сначала нужно поговорить про то, какая там сводимость. что такое логарифмическая сводимость. Ну, если коротко, то это сводимость, которая задается логарифмически вычисленной функцией. то есть, в целом, определение такое же, как обычно. Значит, а логарифмически сводится к B, если существует логарифмически вычислимая функция F, такая, что для любого X X принадлежит A, тогда только тогда, когда F от X принадлежит B. Вот. Ну, и нужно только сказать, что такое логарифмически вычислимое. Значит, ну, для этого есть два подхода. Значит, два определения логарифмической вычислимости, да, ну, или можно считать одно из них определением, да, другое свойством. Вот. Значит, первое такое, что значит, у нас есть логарифическая машина, но еще с выходной лентой, да, значит, на которую битый ответ печатаются один с другим. Значит, то есть, первый вариант есть логарифмически вычислимая машина, ну, которая, соответственно, x преобразует в f от x, но и здесь имеется в виду, что битый f от x спечатается слева-направо, значит, без возможности изменения. Значит, здесь битый ответа спечатаются слева-направо и, соответственно, не меняются и не запоминаются. Значит, не меняются и не запоминаются. тогда, тогда, соответственно, есть там входная лента неизменяемая тоже, по которой можно двигаться в любую сторону и читать. Есть маленькая рабочая, на которой памяти считается, и есть выходная, на которой битый печатается один с другим и потом их уже изменять, да, а также читать оттуда нельзя. Вот, еще есть второе определение, значит, второе определение, что просто есть два языка, значит, множество пар x и и таких, что длина f от x больше либо равно и, значит, и множество пар x и и таких, что id и бит f от x равен единице, значит, вот эти два языка лежат в l. Вот, давайте я вкратце скажу, почему это эквивалентное свойство. Значит, с первого, второе. Пусть у нас вот есть такая машина, тогда мы можем ее запускать и просто игнорировать все, что она печатает, но мы только будем считать, сколько битв она напечатала. И дальше она в какой-то момент остановится, да, и у нас будет число напечатанных битв, это и есть длина. И после этого нам просто нужно будет сравнить эту полученную длину с i, и это нам даст ответ вот на этот вопрос. Вот. А на этот вопрос нужно их тоже считать, пока самостоятельно не встретится итой. И если до итого дело дошло, он выведен равен единице, тогда тут нужно ответить да, а во всех остальных случаях нужно ответить нет. Вопрос. На данный сценарий сказали, что еще F от x одно имеет полимериально-ограничную длину в полимере ца. Это хороший вопрос. Значит, это на самом деле немножко зависит от деталей модели, но тут вроде стандарт модели должно следовать, потому что у вас число конфигурации определяется числом возможных записей на рабочей ленте плюс число указателей, и оно будет просто полиномиальным. Поэтому получится, что если вы сделали больше, если вы уже вывели больше знаков, чем у вас есть конфигураций, то у вас конфигурация повторила, значит, вы зацепились и будете до бесконечности печатать ответ. Так что это, конечно, должно быть, но вроде бы это просто будет следовать. Отсюда. Но в некоторых других ситуациях это может быть важно. Значит, например, в некоторых моделях вероятных вычислений нужно отдельно потребовать, кроме логарифмической памяти, еще по полимеральное время. А других не нужно. В общем-то, начинаются такие низко уровни особенности. Ну, а значит, это если из первого второе. Ну, и из второго первое получается так. Вот, пусть мы уже сколько-то битов напечатали, и мы запомнили сколько. Нам нужно очередное печатать. Тогда сначала, запуская машину для первого вопроса, мы понимаем, есть вообще такой бит или нет. Если его нету, значит, нужно все напечатать, нужно остановиться. Если он есть, тогда мы запускаем машину для второго вопроса, и понимаем, равен ли он единице. Если он равен, то печатаем единице, если не равен, то печатаем ноль. Дальше увеличиваем счетчик и идем дальше. Вот. Так, хорошо. Ну, такая вот сводимость применительно к лог-памяти играет ту же роль, что и полиминальная сводимость для полиминального времени. Продолжение следует... Вот. То есть тут будут всякие стандартные свойства выполнены, типа того, что там транзитивность будет, или что если там а сводится к б, значит, а б в л, то тогда а в л. Вот. Всякие такого рода утверждения тут все будут выполнены. Ну, и определение там трудностей и полноты тоже будут аналогичные. Да, то есть будет значит, язык б нл полон, значит, если он сам лежит в нл и для любого а из нл значит, верно, что а логарифмически вводится к б. Вот. То есть, в общем, все определения те же самые, значит, с заменой полиминальной сводимости на логарифмическую. Ну, и всякие теоремы будут те же самые, типа того, что если у нас какой-то там нл полный язык лежит в л, то тогда я и равно нл и так далее, да, в общем, это я все повторять не хотел бы, значит, хотел бы сосредоточиться на конкретных нл полных задачах. Ну, и докажем то, что я уже анонсировал, да, что дальше задача о наличии пути в ориентированном графе будет нл полной. Так, значит, теорема, что path это будет нл полная задача. Ну, тут тоже есть много технических деталей, на которых я не хотел бы заострять внимание, да, хотел поговорить про саму суть этой теоремы. Значит, а суть стоит в том, что для логарифмической машины есть конфигурационный граф полиномиального размера. полиномиального для логарифмической машины есть конфигурационный граф полиномиального размера. при этом, поскольку это недетерминированная машина, то там исходящая степень может быть больше единицы. Соответственно, вот, если вычисление детерминированное, то есть в каждой конфигурации есть ровно одна следующая допустимая. Если недетерминированная, то может быть больше, чем одна. но так или иначе у нас определяется результат работы нетерминированной машины так, что если у нас достигнуто принимающее состояние, то значит ответ да, если хоть на какой-то ветве достигнут, то ответ да, если на всех ветвях не достигнут, то ответ нет. Но можно искусственно сделать ровно одну принимающую вершину и тогда вопрос о том лежит ли слово в языке эквивалентен вопросу о том, есть ли вот в этом графе путь изначальной вершины в принимающую. То есть х лежит ва, тогда и только тогда, когда в конфигурационном графе в конфигурационном графе для там ма, но значит ма имеется в машину, которая распоминает а, значит в конфигурационном графе для ма есть путь из начальной вершины в принимающую. вот, но вот это и есть сводимость, да, то есть произвольный, значит, произвольный языка сводится к наличию пути и дальше начинаются технические детали, почему она логарифмическая. Ну, по крайней мере, значит, по крайней мере это так может быть, потому что конфигурационный граф имеет полимеральный размер. Да, раз он имеет полимеральный размер, то он, вот как вы уточняли, да, что должно быть полимеральное время там работы, но вот раз у нас выход полимеральной длины, то, по крайней мере, может быть полимеральное время. Вот, нам нужна более того логарифмическая память, и чтобы это аккуратно показать, нужно четко договориться о кодировании конфигурационного графа, да, то есть нужно, чтобы все конфигурации каким-то образом легко кодировались, так, чтобы, как бы, ну, тут удобно вот на это определение смотреть, значит, x, x это как бы исходный x, по которому строится конфигурационный граф, а i, ну, можно считать, что это пара вершин, да, можно считать, что граф задан на матрице смежности, а i задает пару вершин, и нам нужно понять, между этой парой вершин есть ребро или нет. но вот если там кодирование какое-то достаточно хорошее, то тогда по этим кодам действительно можно на логографической памяти понять, есть там ребро или нет. Ну, потому что такое конфигурация, конфигурация это содержимое рабочей ленты, внутреннее состояние машины, и положение указателей на рабочей ленте и на входной ленте. Ну, и, соответственно, у нас есть две таких конфигурации, нужно проверить, что из первого и второго идет переход в соответствии с программой машины Тьюринга. Но, грубо говоря, как это проверяется, что почти во всем эти конфигурации совпадают, кроме небольшой окрестности указателей, а в этой окрестности переход проводится по программе машины Тьюринга. Вот, программа машины Тьюринга это хоть и довольно большой текст, но он константной длины, то есть он вообще не зависит от длины входа, поэтому он считает, что он просто дан целиком, ну, и мы, соответственно, ищем в этой программе нужную команду и проверяем, что то, что у нас произошло соответствует этой команде. Вот, ну, в общем, вот такая вот идея, дальше можно это технически уточнять. Так, есть какие-нибудь вопросы? Да. Да. Конечно, потому что, смотрите, что дает X в точке зрения конфигурационного графа? X это фиксированное содержимое входной ленты, поэтому для разных XO будут совершенно разные конфигурационные графы, хотя, да, то есть, поэтому, значит, когда мы вычисляем, есть там ребро, там, из ИВЖ или нет, мы должны посмотреть и на тот бит X, на котором стоит указатель, и это использовать при проверке. Ну, они все, но они все для фиксированного X. То есть, у нас X фиксированный, а содержимый рабочий лент какое угодно, новой графической длины. X это вход. А, X это вход. Да, X это вход. Да, вход фиксирован, а содержимый рабочий лент какое угодно. Так. Так. Открываю. Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, разные другие. НЛ – полная задача. Так, давайте начнем с того, что изучим язык сильной связности. Значит, S-connected. S-connected – это множество таких G. G таких, что G – это сильно связный ориентированный граф. Так, значит, он, НЛ – полный, эта задача. Ну и давайте сначала обсудим, почему она лежит в НЛ. Но, смотрите, что такое сильно связный? Значит, сильно связный означает, что для любой пары вершин и G есть ребро из И в G. Не ребро в смысле, а путь. Значит, путь из И в G. Но для этого достаточно, чтобы был путь из первой вершины во вторую, из второй в третью, из третьей в четвертую и так далее, и из НЛ – в первую. Значит, соответственно, сильная связность верна только тогда, когда есть пути из первой в вторую, из вторую в третью и так далее, там из Н минус первой в Н, и из Н в первую. Вот, ну и как и прежде, значит, если есть какой-то путь, то есть путь без циклов. То есть суммарная длина всех этих путей будет не больше, чем Н в квадрате. Значит, суммарная длина всех путей будет максимум Н в квадрате. Вот, тогда, соответственно, недоторминированный алкред будет таким, что мы начинаем недоторминированные блуждания с первой вершины и последовательно ждем, пока там встретится вторая, третья, четвертая и так далее, Н и первая. То есть тут получается недоторминированный алгоритм заключается в том, что мы запускаем из вершины 1 недоторминированное блуждание на Н в квадрате шагов. Значит, и, соответственно, ждем, значит, ждем встречи, соответственно, второй, третий и так далее, Н и первой. Вот. Ну, если они все встретились именно в таком порядке, то говорим да, а если нет, то нет. Вот. Ну, вот, соответственно, если сильно связано с есть, то есть вот и такое блуждание, и алгоритм его найдет. Значит, одна из ветвей ровно по нему пройдет. Вот. Если, значит, если сильной связанности нету, то какого-то одного из этих путей нету, и тогда, соответственно, если машина до него дойдет, да, например, если там из пятой в шестую, например, нету, тогда даже если она дошла до пятой, потом она не сможет речь в шестую. Вот. Либо она и до пятой не дойдет. Вот. В общем-то, так или иначе, так или иначе проверка не пройдет. Вот. Поэтому это в НЛ лежит. Так. Ну, что, понятно? Вот. Значит, теперь почему НЛ полнота? Значит, НЛ полнота, значит, нужно свести, значит, свести ПФ логарифмически к С-коннектед. Так. Так. Как это нужно делать? Так. 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 Ну, смотрите, я картинку нарисую. Значит, вот есть граф. Значит, вот есть вершина С. Вот есть вершина Т. И мы сделаем следующее. Значит, вот из всех остальных вершин, значит, из всех остальных вершин мы добавим ребра в С. Значит, а также добавим в них ребра из Т. Вот. Тогда смотрите. Во-первых, если пути из С в Т не было, то он и не появится. Да. То есть, получается, что в исходный граф добавляем ребра Т в С. Соответственно, если пути не было, то он и не появится. Почему? Ну, если путь есть, то он есть там без циклов. Тогда там по дороге С и Т не встречается. Да, только на краях С и Т. Вот. А тогда, соответственно, вот эти добавленные ребра, они либо приходят в С, либо выходят из Т, поэтому не могут там встретиться. Да, иначе там как раз второй раз по дороге встретится С или встретится Т. Вот. Поэтому, значит, если в новом графе есть путь из С, то он был и в старом. А, значит, если путь был, ну, путь из С в Т, понятное дело, то теперь есть все пути, все пути там из У в С, потом в Т, потом в В. Ну, это для случаев, когда У и В не совпадают с С и Т. Когда они совпадают, там тоже все случаи перебираются. Да, то есть, например. Ну, из Т В С автоматически получается. А, ну все, да, в общем, все остальные либо автоматически получаются, прямо по добавленным ребрам, либо аналогично, там, не знаю, если У совпадает с С, то оно аналогично тоже получается. Вот. Ну, то есть граф сильно связен. Значит, граф сильно связен. Вот. А если пути не было, то он не появится, и, соответственно, граф не связен. Вот. Ну, вот и получается, что действительно равносильно. Да, то есть вот эта вот тройка GST лежит в Path. Тогда и только тогда, когда наш построенный граф G' лежит в S connected. Вот. Ну, и действительно, совадим с логарифмической, да, тут очень легко просто. Особенно в важной смежности легко. Мы проверяем, что если конец ребра от S, то добавляем единицу. И сначала ребра от S, то тоже добавляем единицу. А иначе берем то же самое, что было в исходном графе. Ну, вот пример, значит, пример другого NL полного языка. Так. Ну, что, какие-нибудь вопросы? Так, ну, у нас еще некоторое время есть. Значит, для дальнейшего мне понадобятся альтернативные определения. NL и NL сертификатное. Значит, сертификатное. Значит, с NP было очень удобно. Значит, с NP было очень удобно, да, вот было определение через недоторминированные машины, было определение через сертификаты. И в большинстве случаев, да, мы излагали, как должен быть устроен сертификат, чтобы было принадлежность к NP. Здесь я пока что излагал, как должна нетерминированная машина быть устроена, чтобы, соответственно, вернуть правильный ответ. Ну, вот, первая идея сертификатного определения состоит в том, что, ну, просто будет то же самое, вместо полиминальной вычислимости будет логарифмическая, да, то есть тот же самый, да, там, верификатор, да, вот, икса, игрека, но просто мы скажем, что он будет не полиминальной по времени, а логарифмической по памяти. Но так, с сожалению, не получится. Значит, если такое определение дать, то тоже NP получится. Да, значит, если просто верификатор логарифмической по памяти, то, но тем не менее он может как угодно изучать сертификат, то это будет тоже NP. Можете это проверить, что, когда мы там проверяем три раскраску, например, ну, нам не нужно хранить и работать там со всей раскраской, а нам нужно в каждый момент проверять там два соседних цвета, проверять, что они разные. И это будет вполне силой логарифмическая процедура. Поэтому здесь определение такое, да, с одной стороны все так же, да, должно быть, что x принжета, тогда и только тогда, когда существует y, такой, что v от x, y равно единице. И v использует логарифмическую память, но кроме этого должно быть еще одно условие. Значит, v читает y слева направо. На, то есть это такой сертификат для однократного чтения. И получается, что нельзя его целиком никуда копировать, да, можно запоминать только маленькую часть. Вот, ну, а, конечно, любые эти там проверки, коррекция с три раскраски, они требуют, что мы туда-сюда ходили, да, и все время разные цвета сравнивали. Поэтому вот такого для МП уже не получится сделать. Вот. Так, ну, а почему это так? Ну, на самом деле, это, конечно, примерно аналогично. Да, то есть из... Из нетерминированного в сертификатное, но мы просто в сертификат запишем нужную ветку вычислений, и нужную ветку вычислений как раз слева направо нужно читать. Да, значит, тут получается, что y – это ветвь ветвь вычислений, значит, приводящая к положительному ответу. Вот. Ну, а обратную сторону, да, из сертификатного, из сертификатного в нетерминированное вычисление, ну, просто тоже будем, как бы угадывать битвы сертификата по одному. Мы все равно только слева направо читаем, да, поэтому каждый раз, когда хотим прочесть новый битвы сертификата, мы вместо этого идем по одной из ветвей недетерминированного вычисления. Да, то есть, получается, что угадываем угадываем биты сертификата. Ну, а в остальном те же самые вычисления проводим, что были. Ну, вот, значит, поэтому получается, что это одно и то же. Ну, и тогда то, что у нас было, можно изложить попроще. Да, почему наличие ориентированного пути лежит в НЛ? Потому что в качестве сертификата мы сам этот путь можем передать. И как раз будем идти по нему от начала к концу и проверять, что действительно у соседних, между соседними вершинами есть ребра. Да, и будем каждый раз хранить там текущую вершину, предыдущую. Ну, и какие-то счетчики, чтобы искать в графе, есть там это ребро или нет. Вот, почему вот этого, да, значит, почему сильно связано будет лежать в НЛ? Ну, мы то же самое, тоже путь туда положим, только вот такой вот длинный, который сначала проходит через 1, потом через 2, потом через 3, там и так далее. И в итоге приходит снова в 1. И тоже будем идти по этому длинному пути, проверять, что он путь, что там все ребра есть необходимые, и что действительно встречаются вершинами в таком порядке. 1, потом 2, потом 3 и так далее. Вот. Ну, вот оказывается, что, хотя вот в этом случае довольно легко это излагалось и в терминах недетримированного блуждания, в общем случае это будет не очень легко. Так, мы под конец я анонсирую то, что мы будем в следующий раз делать, по крайней мере на первой половине лекции. Значит, на первой половине лекции, ну, посмотрим, может это на всю лекцию затянется, значит, мы обсудим такую теорему, значит, теорему Иммермана, теорема Иммермана-Сайлапченья, которая заключается в том, что НЛ равняется КНЛ. Ну, в свое время, в конце 80-х годов, эта теорема большой фурор произвела, потому что до этого думали, что, в общем, Л и НЛ примерно так же, как П и НП. Да, и в НП есть гипотеза, довольно широко принятая, что НП все-таки не равно КНП. Да, то есть мы не можем быстро доказать, да, что чего-то нет. Можем только быстро доказать, что что-то есть. Вот. Но оказывается, что если речь идет не о времени, а о маленькой памяти, то тогда все-таки можно. Да, можно доказать, что чего-то нет, используя такую же память, как для того, что, как нужно для того, чтобы доказать, что оно есть. Вот. Ну вот, в общем, мы это докажем, и это нам даст еще несколько других НЛ полных задач. Так, ну я думаю, что на сегодня можно поставить точку. Спасибо за внимание. Спасибо.